Здравствуйте! Вы смотрите программу «Один совет» и с вами я, Мила Тарасевич. Сегодня вы узнаете все секреты перманентного макияжа губ в технике Long Timeliner. Что это за процедура, кому она показана, как она выполняется, какие существуют техники. На все эти вопросы ответит мастер международного уровня Майя Тимченко. Оставайтесь с нами, впереди все самое интересное. В наши дни все большей популярностью пользуется такая известная процедура, как перманентный макияж губ. С ее помощью губки приобретают стойкий цвет. Пигмент помогает скрыть несовершенство и подчеркнуть достоинство формы этой части лица. Сейчас в таком бешеном ритме жизни, в котором мы живем, наше время слишком ценно, чтобы тратить его на макияж. Ну а мне, как ведущая, всегда нужно выглядеть достойно. Макияж губ при малейшем прикосновении может смазаться. На помощь всегда придет перманентный макияж губ. Я думаю, что вы уже догадались, что за качественным перманентным макияжем нужно обращаться только в мастерскую красоты Майя Тимченко. Ну а выполнять эту процедуру будет сама гору красоты очаровательная Майя. Майя, здравствуйте. Здравствуйте, Мила. Я очень сильно ждала этого дня. Для меня это очень долгожданное событие. И я бы хотела для начала вот такой вопрос задать. Мне кажется, что абсолютно любая девушка, которая приходит на перманентный макияж губ, она интересуется, как не беспокоиться о результате. Как вселить в ваших клиентах уверенность в том, что результат будет именно таким, каким они его ожидают. Прежде всего клиент должен доверять тому специалисту, к которому он обращается. Всегда перед процедурой я провожу консультирование предварительное. И мы обсуждаем с пациентом все детали процедуры, и во время этой беседы формируется доверие. И как профессионал с огромным положительным опытом работы, я сделаю все, чтобы был самый максимально возможный результат, и клиент остался довольным. Также у многих девушек вызывают опасения, не испортит ли перманентный макияж их внешность, подойдет ли цвет. Как вы отвечаете на эти вопросы? Перед процедурой мы всегда проводим консультирование клиента, отрисовываем эскиз, подбираем стиль, обсуждаем технику нанесения, цвет красителя. И специалист должен узнать у клиента о противопоказаниях, рассказать, как будет проходить процесс заживления, показать примеры своих работ. Это обязательно. То есть прежде чем приступить к работе, хороший специалист, он всегда показывает примеры заживших работ. Майя, ну а если пигмент не возьмется с первого раза, что делать? И необходима ли коррекция? Ну, бывают, конечно, исключительные ситуации, когда пигмент переживается плохо. Такие моменты бывают. Это, скорее всего, связано с иммунными процессами, особенностями восстановления кожи, приемом гормональных препаратов. Наш организм очень сложный механизм, и для этого существует повторная процедура коррекции. Сейчас уже ни один специалист высокого класса не делает раз и навсегда, а пигмент вводится послойно. Наверняка один из самых главных вопросов, которые вы слышите, касается именно болезненности процедуры. Насколько это больно проводить перманентный макияж, особенно если учитывать, что кожа на губах достаточно тонкая? Ну, по поводу болезненности, что могу сказать? Именно наш центр не экономит на анестезии, поэтому у нас конкретно не больно. Ну, к тому же, у всех разный порог чувствительности, но от себя могу добавить, я как обладатель татуажа губ, им являюсь тоже, что это совершенно не больно. Майя, нужна ли коррекция? Расскажите, пожалуйста. Чтобы довести результат до идеала, обязательно нужна коррекция. Из того, что я уже говорила ранее, коррекция – это не исправление ошибок мастера, а дополнительный сеанс по доведению работы до идеального состояния. А существуют ли какие-то противопоказания, кому, к примеру, категорически нельзя выполнять перманентный макияж? Да, существуют относительные противопоказания и прямые противопоказания. Прямым противопоказанием относятся инсулинозависимая форма сахарного диабета, гепатит С, ВИЧ-инфекция, ну и также серьезные онкологические заболевания. Перед процедурой перманентного макияжа в нашем центре подписывается информационное согласие с клиентом. И здесь прописаны все относительные прямые противопоказания, постпроцедурный уход, а также все этапы процедуры. И этот этап обязательный в нашей клинике. Я знаю, что существует несколько техник выполнения перманентного макияжа. Не могли бы Вы рассказать о каждой понемногу? Ну, техник очень много по перманентному макияжу, но сейчас современные тенденции движутся к тому, чтобы перманентный макияж выглядел как качественная декоративная косметика. И, конечно, это минимальный травматизм. Минимальный травматизм зависит все-таки от аппаратуры, на которой работает мастер. Наш центр работает по двум немецким технологиям. Это АМИ и Лонг Тайм Лайнер. Это аппаратура премиум класса, самая качественная и самая надежная. Мила, какой результат от процедуры Вы бы хотели видеть на своих кубах? Давайте поговорим вот об этом сейчас. Ну, на самом деле, мне бы очень хотелось, чтобы все-таки не было такого нейтрального, то есть естественного цвета. Мне бы хотелось, чтобы немножко яркости было, но при этом, чтобы не было сильно ярко, чтобы цвет ни в коем случае не добавлял мне возраст. Поскольку я еще девушка молодая, мне бы хотелось, конечно, все-таки подчеркнуть свою красоту. Ну, в общем-то, как раз мы сделаем такой перманентный макияж, который делается в достаточно юном возрасте, который подчеркнет только Ваше достоинство. Я думаю, что будет здорово, правда? Да, я очень хочу уже приступить. Мила, ну все-таки в каких больше оттенках Вы себя видите и какими помадами Вы пользуетесь чаще всего в повседневной жизни? Я скажу так, что преимущественно в моей косметичке все-таки холодные оттенки, но бывает по настроению, что могу и использовать также и теплые. Ну, я, кстати, с собой как раз принесла помады и хотела бы Вам показать. Да, давайте их как раз посмотрим. Вот, Майя, посмотрите, пожалуйста. Ну, значит, смотрите, Мил, здесь у нас розовый холодный цвет, да, здесь такой цвет, он сейчас называется нюд, да, в общем-то, который достаточно нейтральный и перманентный макияж в таких цветах, ну, в общем-то, только вот для совсем юных-юных девушек до 20 лет. Вот, такие тоже обращаются очень часто, да. И вот здесь помада у нас, она теплого цвета. Ну, в принципе, такой девушке, как Вы, ей должно идти все. Вот, но я предлагаю от себя сделать нейтральный розовый цвет губ, достаточно натуральный, который будет освежать целым образ. Майя, ну, на самом деле, Вам, как специалисту с огромным опытом, я доверяю на все миллион процентов, поэтому я уверена, что тот цвет, который Вы выберете для меня, он действительно будет просто замечательным. Ну, с цветом мы определились, давайте приступим тогда к отрисовке эскиза. Я Вас прошу присаживаться. Да, спасибо большое. Ну, а Вы пока оставайтесь с нами, ни в коем случае не переключайтесь, потому что сейчас начнется все самое интересное. Мила, в нашем центре используются всегда только стерильные одноразовые расходные материалы, которые мы открываем при клиенте непосредственно перед процедурой, что вот сейчас я Вам хочу продемонстрировать. Вот такая одноразовая иголочка мы открываем при Вас и стерильный комплектик. Мила, сейчас мы приступим к отрисовке эскиза. Перед процедурой мы протрем губы антисептиком обязательно, и я начну рисовать. А потом мы вместе с Вами уже обсудим детали. Мила, ну что, наш эскиз готов. А теперь я Вам должна показать, как это выглядит, и будет для Вас сюрприз. Да, отлично. Ух ты, какая красота! Мне уже нравится, Майя. Уже все нравится? Мне можно идти. Очень нравится. Майя, а я правильно понимаю, что сейчас даже при помощи такого эскиза у меня объем губ увеличился? И возможно ли этого действительно добиться при помощи перманентного макияжа? Да, ну конечно, потому что мы прокрашиваем белую кайму губ, и за счет этого увеличивается объем. Ну как бы это не сам объем, который, например, можно корректировать с помощью филеров, да, но губы визуально становятся более объемные. Как мне нравится, мне прям не терпится приступить. Мне очень нравится. Ну я думаю, что Вы уже поняли, что будет очень красиво. Процедура будет проводиться под аппликационной анестезией кремовой, да, которую мы сейчас нанесем, и спустя 15 минут мы приступим непосредственно к процедуре, да. И Вы можете уже ответить на вопросы наших телезрителей, насколько это чувствительно. Все, мы нанесли анестезию, и теперь мы ждем ровно 15 минут. Ну вот прошло 15 минут, и теперь мы приступаем к закреплению эскиза. Сейчас мы закрепляем контур губ и будем делать очень мягкую, плавную растушевку. Сейчас в современных тенденциях такая техника называется легкое напыление, либо пудровый эффект. Вот в таком у нас будет стилье Ваши губы мела. Сейчас мы закрепили эскиз, нанесли вторичную анестезию, которая уже проникает непосредственно в поврежденную кожу. Что Вы можете сказать про болевые ощущения? Майя, ну когда Вы только приступили к процедуре, я даже не поняла, что она уже на самом деле началась. То есть действительно я ничего не чувствовала. В каких-то местах чувствовалось такое легкое покалывание, но это совершенно никакого отношения к боли не имеет. Поэтому процедура вполне комфортная, и на самом деле я даже не ожидала, если честно. В процессе процедуры мы еще будем периодически добавлять анестезию, и вообще сама процедура, она абсолютно безболезненна. И вот этот страх того, что будет больно, я думаю, что надо вообще забыть. Да, именно так. И сейчас мы приступаем непосредственно к растушевке губ. То есть к такому прозрачному напылению с максимально натуральным результатом. Редактор субтитров А.Семкин Милу, ну что, наша процедура закончена, и теперь я вам предлагаю оценить результат. Это мои губы? Да. Это какое-то волшебство. Обалденно, очень красиво. Майя, я сейчас после процедуры вижу небольшой отек. Непосредственно после процедуры допустимый небольшой отек, тем более после аппликационной анестезии он минимален. Просто у каждого есть, скажем так, склонность. Либо в большую степень, либо в меньшую. Сейчас все в пределах нормы. Да, но я хочу сказать, что результатом я очень довольна. Вижу, что у меня действительно форма выровнялась. В тех местах, где мне казалось, что не хватает немножечко цвета, теперь он есть. И есть везде равномерно. Я думаю, что когда губки заживут, будет тоже немножечко другой вид. И цвет, и пигмент тоже в том числе. Конечно, я хочу сказать, что даже такой небольшой отек вам очень клецло. Надо в будущем задуматься, чтобы немножечко именно добавить... Добавить объем. Объема, да. Я буду очень за. Спасибо огромное за процедуру. Действительно, болезненных ощущений я никаких не испытывала во время процедуры. И в целом осталась очень-очень довольна. Спасибо огромное, Майя. Майя, у меня еще такой вопрос. Как будет проходить реабилитация? И будут ли корочки? Сегодня мы выполняли губы по технологии Long Time Liner. Это очень щадящая технология, после которой не бывает корочек. Вот я вас сейчас сильно удивлю, да. Да, это замечательная новость просто. Будет какие-то ощущения небольшого такого песочка, который сходит с губ. Но таких понятий, как корочки, вообще нет. Это просто замечательная, великолепная новость, Майя. Майя, какой уход нужен будет дома после процедуры? После процедуры каждому нашему пациенту мы даем памятку по уходу, где прописаны все этапы, которые вы будете выполнять дома. А также будете мазаться вот таким кремом. Как часто его нужно использовать? Его нужно наносить по мере необходимости, когда вы будете чувствовать стянутость на губах. Понятно. Знаешь, мы главным помощником. Да. Спасибо огромное. Ну что ж, Майя, я хочу от всего сердца поблагодарить вас. Во-первых, за красоту. Во-вторых, за такие полезные советы. Я очень довольна сегодняшним результатом. Вы смотрели программу «Один совет». Надеюсь, этот выпуск стал для вас полезным. Мы встретимся с вами уже через две недели. И я вновь раскрою немало секретов вместе со специалистами нашего родного города. Ну а пока я с вами прощаюсь и желаю всего самого доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова